Всем привет, меня зовут Оля, я инструктор по трассировке. Сегодня я с шоу Тича, через боксера Марс, расскажу вам про очень важную команду, которая означает Стоп, Остановись, Остановка. Вне зависимости от того, знает ваша собака запреты, кличку, подзыв или что-либо другое, команда Стоп это основа и база, которая поможет вам гулять в разных местах, поможет вам обезопасить и предостеречь свою собаку от всяких разных происшествий, которые чисто теоретически могут быть. Допустим, вы гуляете с собакой, и ваша собака увидела там вдалеке овечек и стартанула к ним. И вот когда вы произносите команду строго Стоп, собака должна остановиться, она должна вкопаться в землю, она не должна дергаться, выбегать вперед или выбегать назад, или игнорировать вас. Команда Стоп должна выполняться 100 из 100%. Для того, чтобы выучить эту команду, мы можем начинать учить ее дома. Дома просто ходя с собакой по комнате, то есть, допустим, без раздражителей, это будет очень легко сделать, то есть, допустим, без раздражителей вы идете с собакой и говорите, допустим, Чача, пошли. Собака идет за вами, потому что ничего не происходит. Чач, пошли, пошли, пошли. Стоп. Молодец, умничка. Останавливайтесь. Собака идет за вами, слышит команду и просто останавливается. Как и во всех видео, я хочу сказать, что самое важное, это команда, действия и поощрения. После того, как вы произносите команду Стоп, вы должны остановиться. Вы не должны делать шаг вперед или тянуться за собакой, останавливать ее руками. Вы должны просто остановиться, вкопаться, показывая собаке, что дальше мы никуда не идем. Вот мы пришли, команда Стоп, остановились. После этого собака останавливается, и за что мы продолжаем? Как бы похвала здесь будет, продолжение движения. То есть, мы хотели идти туда, слышится команда Стоп, она останавливается. И я дальше говорю, да, молодец, умничка, идем. За команду Стоп собаку хвалить не нужно. Странно звучит, конечно, я прекрасно понимаю, но чаще всего собака после поощрения, особенно кусочком, собака перевозбуждается. И команда Стоп превращается уже в какую-то игру, а не в четкое выполнение вашей просьбы. Поэтому команда поощряется продолжением движения. То есть, я иду, 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 команда Стоп, я останавливаюсь, собака останавливается. Как только она остановилась, успокоилась, движение продолжается после команды Пошли. Я говорю, Пошли, меняю направление или иду туда, куда шла, и дальше продолжение движения является поощрением. Я не люблю, когда люди останавливают собаку рывками поводка. То есть, рывок поводка, я дергаю собаку, и собака от того, что ей больно и страшно, неприятно, она останавливается. Совершенно спокойно можно остановить собаку без неприятных этих манипуляций. Просто остановив поводок, самое важное, это успеть подать команду до того, как произойдет действие. То есть, я иду с собакой, я говорю, Стоп, останавливаю поводок или рулетку. И собака останавливается. Мы тут же должны расслабить поводок, дать возможность собаке нарушить это положение. Очень важно работать с собакой на расслабленном поводке. То есть, вы идете, 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 даете команду и сразу же останавливаете поводок, давая собаке понять, что поводок закончился. Дальше мы не идем, мы стоим на месте. То есть, мы идем, 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 команда Стоп, поводок остановился. Собака сама себя тормозит поводком. Это не ваш рывок болезненный в сторону, это просто автоматическая остановка. Дальше мы никуда не идем. И после этого ваша задача вернуть немножко собаку к себе и расслабить. Дать ей возможность пойти дальше, дать ей возможность ошибиться. И молодая собака, неопытная, которая совершенно не знает эту команду, скорее всего сделает попытку пойти еще 2-3 раза. Как только она делает попытку пойти, опять команда Стоп, и потом остановка. Поводок останавливается. Самые частые ошибки, это мы дергаем поводок, делая собаке больно, собака прилетает к нам. Самые частые ошибки, когда собака по команде Стоп, она делает еще 30 шагов вокруг себя и останавливается. Самая большая ошибка, это еще не остановка поводка. То есть, я говорю Стоп, сама остановилась, а поводок у меня ушел. И собака не понимает остановки. Поэтому очень важно отрабатывать в комплексе команды действия поощрения. Кинь, пожалуйста, в меня. Ладно, сейчас. Ну, сейчас. Ждать. Вне зависимости от того, на чем вы гуляете, на рулетке или на обычном поводке, работа точно такая же. Разница в том, что поводок у нас заканчивается просто метражом, а рулетка у нас обычно большая. И остановка рулетки уже фиксированный размер. То есть, когда я с собакой отрабатываю команду Стоп, мы идем, допустим. Пошли. Пошли. Я останавливаюсь. Стоп. Останавливаю рулетку и тут же расслабляю. Тут же расслабляю. Придавая собаке возможность пойти вперед. Ну, мам, пойдешь вперед? Хорошо. Пошли. Стоп. Пошли. 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 Стоп. Пошли. Стоп. Отлично. Супер. Также вы можете отрабатывать команду Стоп на зафиксированном уже поводке. То есть, вы зафиксировали поводок, да, допустим. Начинайте с собакой движение. Пошли. Пошли. Сейчас я знаю, что я буду останавливаться и перед этим я даю команду Стоп. Марси хороший показатель сегодня. Пошли. Пошли. Мам, вперед. Я фиксирую поводок на определенной длине и иду вперед. Пошли. 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 Сейчас я скажу команду Стоп. Остановлюсь и остановлю поводок. И тут же расслаблю. Стоп. И расслабляю. Обратите внимание, как только собака заимела такую возможность пройти вперед после остановки, я ей даю эту возможность. Но я сразу говорю, напоминаю, Стоп. И возвращаю к себе, останавливаю. Пошли еще раз. Пошли, пошли. Команда. Стоп. И расслабляю. Вперед. Пошли. Стоп. И расслабляю. Как только собака попробует все 150 вариантов обойти, подойти, сесть, нарушить положение Стоп, когда она попробует все это, все, что у нее в голове может сгенерироваться, как остановиться, только тогда она начнет останавливаться по команде и четко не нарушая потом положение. Это очень важно. То есть я не могу постоянно держать собаку на натянутом поводке, типа Стоп, и я ее держу. Это бессмысленно. Эта работа не приведет вас ни к чему. Я не могу с собакой работать постоянно на натянутом поводке. Это бессмысленно. Собака вас не слышит. Она не улавливает ни одну из ваших просьб, ни одну из ваших команд. То есть если мы идем, 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 идем вперед, и я говорю команду Стоп, и держу собаку, это означает, что это приведет к тому, что собака не услышит. Эта остановка будет искусственная. И как только вы расслабите поводок, собака тут же рванет, потому что она не знает эту команду. Поэтому очень важно давать собаке возможность ошибиться. Она имеет на это право. У нее в голове миллион идей, и ей необходимо попробовать все, чтобы довестить желаемого. Чаще всего Стоп мы пользуемся тогда, когда нам необходимо собаку предостеречь от чего-то. Будь то дорога, будь то люди с детьми, будь то другие собаки. Я хочу, чтобы моя собака остановилась. Мне необходимо отработать эту команду. Привет, Масюнечка, палку будем жрать? А можешь забрать Марси, пожалуйста? Реквизит, 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 сядь пойдем. Иди, девайся. Умничка, супер собака. Идем с собакой на расслабленном поводке. Я знаю, что я хочу остановиться. Я ее предупреждаю. Стоп. Останавливаюсь и поводок останавливаю и расслабляю. Я допускаю такую вероятность, что собака может ходить по периметру. Не вдаль уходить от меня. А вот она остановилась, и она где-то тут. Собака может подойти ко мне. Собака может подойти ко мне. Собака может сесть. Собака может на расслабленном поводке сделать шаг влево, шаг вправо, но не вперед, не уходя от меня. Пошли, 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 стоп, пошли, стоп, пошли, стоп, молодец. Что делать, если собака выбежала на большую длину поводка, и я не могу никак проконтролировать и отучить эту команду? Это одна из очень частых проблем и очень частый вопрос. Начинайте учить команду стоп на коротком поводке, не нужно работать с собакой на 8-метровом. Собака на 8 метрах от вас прекрасно интересуется всем, что происходит там, не вы, там интересно. И то, что я буду кричать отсюда собаке, тузик, стоп, это никак не сработает. Собака уже вас проигнорирует, потому что там интересней. Поэтому работаем с собакой примерно на метре, чтобы собака была тут. И для того, чтобы это делать, и классное упражнение еще ускорить шаг. Что мы делаем? Пошли, стоп, пошли, стоп, пошли, стоп. Поводок расслаблен, собака вся во внимании. Конечно, вы мне сейчас скажете, да, отлично, собака заинтересована в тебе и с тобой останавливается. Да, но для того, чтобы ее этому научить, с ней нужно это отрабатывать. А отрабатывается это именно такими элементами. Так, давайте подведем итог. Что нам необходимо для того, чтобы выучить команду стоп? А я напомню, что это очень важная команда в социальной жизни собаки. Команда стоп. Остановили, расслабили действия, собака остановилась. Поощрение, продолжение ходьбы. Упражняйтесь с собакой также дома, без поводка. То есть вы встаете с дивана, идете на кухню, говорите своей собаке, пошли. Собака встает, идет за вами, и вы резко останавливаетесь, стоп, и замираете. Собака сделает пару шагов, остановится, подойдет к вам. Вот за эту остановку вы можете сказать, ай, молодец, пошли обратно. И начинаете ходить так по дому. Собака учится этой команде без раздражителей, дома, в идеальных тепличных условиях. Она слышит команду, она останавливается, она получает поощрение. Постепенно, постепенно мы усложняем, мы выходим на улицу, во двор. Эту команду можно учить также, не то что дома, вставая с кровати, выходя на улицу. Вы выходите, подходите к двери, которую нужно закрыть ключом, выходите, собака, даете ей команду. Стоп! И останавливаете, и расслабляете. То есть собака не должна ломиться на выход из дома, она не должна бежать куда-то, она не должна тянуть вас, и вы в итоге вот так вот держите собаку и закрываете ключ. Вы даже спокойно собаке сказать, стоп, спокойно закрыть дверь и продолжить движение дальше. Заходя в лифт, то же самое, команда стоп. Выходя из подъезда, вы можете сказать команду, стоп, открываете спокойно домофон, и выходите. В любой непонятной ситуации команда стоп, это ваша вообще палочка-выручалочка. Я прям мечтаю, чтобы все собаки... Вообще, можно выпускать собак с этой прошивкой команды стоп? Мне кажется, это будет очень востребовано. Да? Давай, иди, ручки. Иди, ручки. Вот так. В общем, вот так, легко и просто. Ладно, иди сюда, отпусти ее, пожалуйста. Просто. Все. Блин, да. Вот так вот, очень легко и просто действуя четким правилом. Вы можете выучить собакой команду стоп, которая необходима в жизни с собакой. Я хочу напомнить, что я провожу онлайн-офлайн занятия. Для записи на занятия вы можете опуститься вниз, там под видео все ссылочки есть. Обязательно я хочу, чтобы вы подписались на канал, поставили колокольчик. Если вам это интересно, и вы собаковод, любитель, просто любите собачек посмотреть. Ставьте свои лайки, нам они очень важны, мы очень хотим развиться. И будем благодарны вам за то, что вы поддерживаете наш канал. Все. Мы есть в инстаграме еще. Все. Работайте, все у вас получится, потому что вы заячки-пусечки. И все. Пока. Гуляй. Да, супер. Гуляй.